Следующий у нас Антон Фейгин из ЛПР. Десять минут. Добрый день, уважаемый коллеги. У меня будет, пожалуй, самая короткая презентация. На самом деле так. Хочу рассказать о принципах и способах реализации молодежной политики в корпорации в нашем институте. Буквально два слова о том, что из себя представляет наш институт. Главное, что Дни Пьета является одной из ведущих проектно-конструкторских организаций. Здесь занимается тематикой, как разделение изотопов, реакторные установки, ЯДЦ, обращение с радиоактивными отходами, яд и выводы и эксплуатации ядерной радиационной опасности объектов. Штат сотрудников на данный момент насчитывает полторы тысячи человек, но это гораздо меньше, чем было раньше. Из них было специалистов около 300-300 человек. Ну, сейчас, значит, стратегическая цель, одна из стратегических целей общества, это доведение специалистов моложе 35 лет до 26%. Значит, работа с молодыми специалистами осуществляется в соответствии со стратегией госкорпорации Росатом по реализации программы молодежной политики. Целью повышения квалификации сотрудников в соответствии с современным требованиями на рынке услуг. Ну, у нас, к сожалению, нету общественных советов пока что в организации, но мы к этому движемся. На данный момент работа с молодыми специалистами осуществляется по двум направлениям, тем аспектам. Это научно-технический аспект и социальный. Социальным аспектом занимается профсоюз, научно-технический аспект функционирует на базе консультационно-методического центра, который был создан в 2009 году для предоставления консультативной помощи молодым специалистам Министерства. Ну, собственно, я являюсь координатором этого центра, цели и задачи. И вот за те два года, что функционирует этот центр, мы провели два цикла лекций и консультаций, так называемых, для наших молодых специалистов, нашего общества и также специалистов радиоинститута. Ну, по основным тематикам, значит, развития атомной энергетики, проблемным точкам. Значит, в общей сложности посетили более 60 молодых специалистов эти лекции. А сами лекции проводили специалисты нашего института, специалисты радиоинститута и Санкт-Петербургского филиала ЦИРК. Также на базе КМЦ осуществляется помощь молодым специалистам института при поступлении и обучении в заводочной аспиратуре профилю в Кузово. Так как сейчас в связи с организацией нашего института, как он стал, ОАО, а не в ГУП у нас исчезла еще диссертационный сайт, исчезла своя аспиратура, все, что мы сейчас можем, это помогать, так сказать, финансово и организационно нашим молодым сотрудникам, кто хочет поступить в аспиратуру, мы, так сказать, это осуществить. Мы готовим документы для заключения договоров, определяем расходы по финансированию обучения, ну и проводим консультативно-методические работы. Ну вот, подготовка к поступлению в заводочную аспиратуру осуществляется в отношении работников. Значит, работники должны иметь лучшее профессиональное образование, естественно, и непрерывный стаж работы в институте не менее одного года по соответствующей специальности. Естественно, тематика диссертации, кандидатски, докторски, должна коррелировать с тематикой выполняемых работ в рамках определения нашего института, два специалистов. Вот в настоящий момент услугами нашего центра для поступления и обучения в аспиратуре воспользовались пять молодых специалистов нашего института. Вот по социальному аспекту у нас проводятся мероприятия спортивной секции, баскетбол, футбол. Наши специалисты бесплатно имеют возможность пользоваться абонементами на горнолыжные курорты, на каток, в бассейны, а также поехать отдохнуть на базу отдыха на реке Уллапса, в Зеленогорске. Сейчас, что, собственно, мы хотим, что планируется и на что мы нацелены, вот самое основное, и зачем я сюда приехал, так сказать, развивать взаимодействие. Нам видятся наиболее перспективными сейчас инициативы по внедрению участия молодых специалистов в российских и зарубежных молодежных мероприятиях, организуемых в эскорпорации, таких как слеты, конкурсы, олимпиады. Значит, участие в программах по обмену опытом среди молодых специалистов, это летние школы и так далее, в том числе международных. Я бы даже сказал, в первую очередь международных. И участие молодых специалистов в системе дистанционного обучения. Тоже как одна из первоочередных задач. Значит, вот это основные направления сотрудничества с молодежными организациями. Но также немаловажным, на наш взгляд, является вопрос создания улучшенного социального пакета для молодых в семье. Это то, о чем сегодня неоднократно было сказано, так как, ну, например, улучшенные условия кредитования, ипотечное кредитование и тому подобное. Ну, последний слайд, значит. Мы, наш институт, готовы совершать активное взаимодействие с российскими и зарубежными организациями. И, желательно, мы хотим, чтобы такая кооперация была двусторонней. То есть мы вам наших специалистов, и нам наших, например. Приглашаем их сотрудничество. Спасибо. Продолжение следует...